Здравствуйте, дорогие друзья, всем благословенного дня и, конечно, благословения от того, что мы идем к вечным ценностям и рассматриваем то, что является в Божьих глазах очень высокоподнятым. Это его книга, это его слово, это его послание, это его жизнь в этих словах, потому что его слова — суть духа жизни. И поэтому, когда мы хотим умножить внутри себя вот этот потенциал жизни, особенно у тех, у кого есть тенденция к депрессии, либо в принципе находится человек в ней, то как можно больше, открывая описание, читайте его вслух, провозглашайте его в свою жизнь. Те места, которые вас будут затрагивать ваше сердце, утверждайте и говорите о том, что Господь на троне, что Господь вас не оставит и проведет через долину смертной тени, и ты не убоишься зла, потому что Господь будет сопровождать тебя и днем, и ночью. И тогда, когда мы начинаем подобного рода слова произносить в своей жизни, в жизни своих будущих дней, то мы уже наполняем эти дни правильными речами, правильным состоянием, потому что слова — это инструменты и это материалы, из которых строится наша жизнь. Поэтому, когда мы берем вот это серебро, потому что Божье слово названо серебром переплавленным в семь раз в горниле, когда мы берем вот это слово и из него строим свою будущность, то она безопасна, потому что огонь ее не сможет съесть, потому что это не дерево, не сено, не солома, а это серебро или золото или драгоценные камни. В данном случае Слово Божье рассматривается как серебро. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами строили из тех строительных материалов, которые проходят через огонь. А для этого не живите в отчаянии, если вы туда попали, даже если вы не видите сейчас перспективы по отношению решения вашего вопроса, то начните говорить «У Бога есть ответ, и я к нему иду, и ответ идет ко мне». То есть слова, которые вы хотите иметь как результат или как лифт, как механизм, который будет запускать и превращать слова в результаты. Поэтому, когда мы что-то говорим с эмоциональным окрасом, это гораздо быстрее осуществляется. Но, как вы понимаете, эмоционально позитивный окрас требует наших усилий, а эмоционально отрицательный окрас усилия требует, чтобы не дать выйти словам в этот момент. Видите, насколько это по-разному. Тут просто может прям как фонтан открыться на негативном уровне, когда произносятся тогда слова в адрес кого-то. Может быть, то дорог тебе, но в данный момент тебя огорчил. И тогда выливаются вот эти слова, и в результате они становятся потом бичом для человека, потому что он входит в зону этих слов. И для того, чтобы нам не повторять этих ошибок, которые были в течение многих лет. Поэтому, если что-то вышло из твоих уст по старой привычке, по старым эмоциональным состояниям, которые ты не смог справиться с ними, то сразу же нейтрализуй покаянием. Скажи, Господь, прости, что это вышло из моих уст, и не дай этим словам движения в моей судьбе. То есть будьте активными носителями Божьего Царства и его утверждайте в своей жизни, в своем окружении, чтобы не распространялось то, что будет вас разрушать в будущем. Итак, если вы хотите выйти из депрессии, если хотите туда не попадать, то говорите о радости, говорите о победе во Христе, говорите о том, что завтрашний день лучше предыдущего. И каждый день, куда я вступаю, там уже все приготовлено моим Богом. И я иду в лучшее будущее. Я иду туда, где меня ожидает много Божьей защиты, чудес, покровительства, Божьего обеспечения и так далее. То есть все вопросы, которые вы хотите с Богом решать, о вашем здоровье, потому что юность может обновляться. А как? Бог знает как. Ты произноси. Благослови душа моя Господа и вся внутренность святое имя его. Это мы читаем в 102-м псалме, читаем в 40-й главе Исаия об обновленной юности. Подобно орлу обновится юность твоя и так далее. Но знайте, что юность обновляется не автоматически у орла. Орлу надо идти на какие-то лишения для себя в тот момент, когда он обновляет юность. Поэтому ему не только надо сбить нарост из клюва, но потом еще этим заостренным клювом выдергать те перья, которые уже стали оттяжелевающими для его полета и мешают высоко взлетать. И когда он их вырывает, он становится очень уязвимым. И после чего ему надо ждать, пока вырастут эти перья. Но еще клювом он до этого стальные железы вскрывает, чтобы быстрее смазать все то, что было. Посмотрите, процесс такой запущен богом для нас не просто так, чтобы мы проанализировали. Я не думаю, что орел может анализировать эти состояния, но он делает это на инстинктивном уровне, вложенном богом. Поэтому все, что мы хотим обновить, это значит пройти через некоторую боль осознанно. Это значит от чего-то отказаться осознанно. Это значит чему-то дать вырасти время. То есть мы не просто торопимся быстренько взлетать, как общипанная курица. Это так выглядит орел после этой процедуры. Но он ждет, пока вырастут свежие, новые, легкие перья. И после этого он взмывает опять вверх в ту стихию, которая его манила все эти 40 дней или даже чуть больше, пока он находился там на скале или в своем гнезде. Итак, мы сегодня начинаем с вами, друзья, новую главу книги Иова. Именно для того, чтобы юность наша с вами обновлялась, чтобы мы проникали вглубь суть вещей и понимали, что все, что мы читаем, к нам имеет прямое отношение. И отвечал Иов и сказал. То есть до этого мы читали 11 главу, где друзья говорили Иову. А теперь его ответ. «Подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как и у вас. Не ниже я вас. И кто не знает того же». То есть в данном случае Иов уязвлен, и это видно. По тону разговора, по словам, которые он сейчас говорит, только вы мудрые, и с вами умрет мудрость. Только вы люди. Как часто другие люди могут так видеть нас? Кто-то с пренебрежением, кто-то с высоты своего полета, своей позиции, кто-то с высоты возраста, кто-то с высоты еще какой-либо, даже собственной, может быть, какой-то гордыни. То есть что бы это ни было, с высоты, на которую человек поднялся, он может посмотреть на другого вниз. И вот это почувствовал Иов. Из-за того, что я и так уязвлен, из-за того, что мне плохо, теперь я стал предметом ваших насмешек. И думаете, что у меня мудрость теперь пропала, что у меня все знания куда-то ушли. Я перестал мыслить верно и разучился вообще это делать. Вот какие у Иова в данном случае есть вопросы. И он говорит такими, знаете, отрезвляющими словами. И у меня есть сердце, как и у вас. Не ниже я вас. И кто не знает того же. У меня тоже сердце есть. Я хочу, чтобы мы тоже понимали, что люди, с которыми мы соприкасаемся, часто или не часто, у них есть сердце. Другое дело, мы можем с ними соглашаться или нет. Но то, что они тоже имеют чувствование определенное, они тоже имеют способность быть ранимыми, если мы наносим удары и так далее. Поэтому у меня тоже есть сердце. И вот это желание принять сейчас или показать людям, с которыми он в каких-то отношениях был до его проблемы, а теперь во время проблемы проявляются эти отношения совсем не так, как рассчитывал Иов, то он говорит, у меня тоже есть сердце. И я не хуже вас, и вы это знаете. То есть не ниже я вас. Где-то внутри каждого человека, особенно, вы знаете, как интересно прослеживается, в детстве это видно, если кто-то вырвался вперед по учебе, по спортивным каким-то занятиям, то сразу дети делятся на два лагеря. Кто-то восхищается и хочет тоже туда же попадать, а кто-то начинает щипать, образно говоря, бросаться колкостями, унижать, потому что сам туда попасть не может, а внутренность, она говорит вот исходя из атмосферы, в которой этот человек или этот ребенок формировался. Поэтому в данном случае Иов понимает, они-то знают, что я не ниже их, они же знают мой уровень влияния в обществе за все эти годы. И просто им так как бы слегка напоминает. И в связи с этим я хочу показать на эти параллели наших отношений. Отношения с людьми, которые нам дороги, и с людьми, которые продвинулись вперед, либо наоборот, мы не увидели их там, где хотели увидеть. То есть разочарование на уровне наших ожиданий. Такое может быть. Конечно, может. И поэтому тогда, когда мы чувствуем, что мы ожидаем от человека что-то, что он не готов сейчас или не хочет, или он свернул не на ту сторону, поможет нам Господь. Иметь мудрость и иметь правильную стратегическую платформу для действия, чтобы сказать Господь, управь сам. Мне дорог этот человек. Я не хочу его терять. Я не хочу терять его перед тобой и для себя. Помоги. Помоги ему состояться. Убери то, что является препятствиями на его дороге. Вот такие вот вещи, да, такие слова, которые позволят нам вызвать Бога в ситуацию. Посмотрите, почему написано, чтобы нам благословлять врагов. Не потому, что Господь говорит, все, что вам плохо, вы это благословляйте. Это какое-то некоторое издевательство тогда над самим собой. Но идет речь о том, чтобы Бог работал с этими людьми. А для этого благословения, а не боль и не горечь, должны выходить из наших уст. И потому, когда мы открываем дверь для Бога, для его работы, он говорит, вот это надо сделать. Не через боль иди, не через огорчение иди, не через уныние и печаль иди, а через позицию принятия того права, которое есть у тебя, благословлять обидчиков, благословлять даже врагов. И потому то, что здесь Иов выразил свою боль, мы сейчас посмотрим в смысловом переводе, и ответил Иов на это. Наверное, это так и есть. Только вы говорите мудростью человеческой, душевной, которая не имеет продолжения вечности, но умрет вместе с вами. Видите, он соглашается с их мудростью, что это да, мудрая. Помните, мы уже говорили в одной из программ, что есть горизонталь мудрости или там практики, а есть вертикаль. И поэтому, если люди просто анализируют, исходя из того, что происходит в обществе, что происходит с отдельно взятыми людьми, они тоже делают правильные выводы. Но это горизонтальные выводы. И здесь как раз эта мудрость человеческая, душевная, которая не имеет продолжения в вечности, но умрет вместе с вами. То есть, если наша правда, а не Божья, она умрет вместе с нами. Если мудрость, исходящая от человеческих каких-то структур, она тоже дальше и выше земли не поднимется. И те, которые сегодня ориентированы на такую мудрость в плане душевных состояний и мудрость, которая кажется очень практичной, то да, может быть и так, но если она не имеет продолжения вечности, то лучше на это время не тратить. Потому что есть, чем заниматься, есть, что умножить. Конечно, мы с вами до конца здесь на земле не сможем все вот так четко разложить по полочкам. Ну и, наверное, это и не будет правильно и хорошо, потому что мы все равно испытываем разные состояния души. И то, что является плодом душевной мудрости здесь на земле, мы это тоже можем пережить и переживаем. И еще один текст. И у меня есть разум, и душа, как и у вас. И я не меньше вас по познанию Бога, и вы это прекрасно понимаете. И у меня есть разум, и душа, как и у вас. Не просто так Иисус сказал, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Имеется в виду, что вокруг нас есть люди с разными настроениями, состояниями души, опыта, возраста и так далее, которые легко попадаются в ловушку врага, которых надо убедить еще, чтобы их поймать. А кто-то легко распознает ловушки врага и может другому показать и сказать, что будь аккуратен в том или в этом. Но вы знаете, когда мы применяем такой совет, то почему нас не все слышат? Почему не все реагируют на эти советы? Потому что уровень восприятия у всех разный. И вот это, друзья, очень бывает для меня подчас огорчительно, потому что я реально понимаю, так хочется, чтобы человек не ввалился в эту яму, и уже ты показываешь, и ты рассказываешь, ты говоришь, что за этим стоит, но почему-то, почему-то человек не в состоянии тебя слышать. И вот это вопросы, которые вставали передо мной неоднократно. Я их задавала Богу, и в результате я увидела, что зрелость, к которой человек подходит годами своей жизни, практикой, отношениями, эта зрелость, она не формируется за один щелчок. Это зрелость перехода из одной стадии возраста в другую. И поэтому, когда переходит от силы в силу, то это время преображающего Божьего присутствия. И я хочу вместе с вами сейчас об этом помолиться, потому что, если вы это прекрасно понимаете, как он сказал друзьям Иов, что я имею разум и душу, и не хуже вас я это делаю, и познания мои с Богом, они действительно имеют платформу, имеют перспективу, имеют те весовые категории, которые видны в духовном и физическом мире. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем с Тобой об этом говорить и молиться к Тебе сейчас. Молиться и благословлять. Благословлять себя, благословлять людей вокруг нас, потому что мы не хотим с весовыми категориями остаться в стороне, а приобретая вес и значимость для духовного мира, являть опасность для той коварной природы, природе, которая могла иметь где-то на кого-то влияние. Когда-то на наши жизни, когда-то на наших детей и внуков. Но я благодарю Тебя, что мы сейчас ставим эту защиту в линии крови. Мы проводим эту линию крови, потому что мы хотим видеть Тебя, Боготворящего. Я благодарю Тебя, что для нас это так ценно и важно, что в нашу судьбу пришла Твоя сила, сила преображения, сила слова прощения, сила слова познания Твоей воли, сила слова переливания. И пусть все это происходит внутри нас, и дай нам понимать, что другие люди вокруг нас, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Слова Твои, Иисус, пусть станут для нас вот этим знаменем, чтобы поступать с другими людьми, с учетом того, что они живые, у них есть душа, у них есть сердце, и они умеют размышлять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok